Рецидив после комбинированного лечения. Я так понимаю, что радиотерапевты опять представляют онкологическое меньшинство в зале, но я очень надеюсь на то, что мне очень повезло. Я работаю в очень тесном взаимодействии с высоко квалифицированными хирургами, и нам довольно легко обсуждать какие-то вопросы. И, собственно, посмотрим. Пациентка 32 года. Жалобы на примесь крови в калии, боли в области заднего прохода и выделения газов и кишечного содержимого излагалища появились в течение первого месяца после третьих срочных родов. Из наследства на анамнеза дед по материнской линии колоректальный рак, выявленный в 59 лет, и двоюродный брат по материнской линии рак желудка, выявленный в 25 лет. Из обследования выявлена опухоль, начиная от зубчатой линии по передней полуокружности, протяженностью 5 см. При колоноскопии также определяется опухоль и определяется свищевой ход во влагалище до полутора сантиметров. По данным компьютерной томографии, данных за отдаленные метастазы нет. Есть некоторое повышение опухолевых маркеров. По данным МРТ от 2015 года, большая местно распространенная опухоль прорастает заднюю стенку нижней и средней трети влагалища на всем протяжении с формированием ректовагинального свища. При гистологическом исследовании умеренно дифференцированная аденокарцинома проведено исследование микросателлитной нестабильности, которое не выявлено. И вот я, кстати, хотела задать вопрос Алексею Александровичу. У каких пациентов и когда нам нужно определять микросателлитную нестабильность? Является ли это стандартом, если группа больных, у кого мы это провести, должны обязательно? Я считаю, что вообще у всех пациентов нужно определять, сейчас к этому уже большинство приходит. Не слышно. Я говорю определять, вообще считаю, что у всех нужна микросателлитная нестабильность. Но, естественно, эта пациентка, учитывая, можно взять более узкие критерии, критерии, там, мастердамовские, например, у неё два родственника, да, я так понимаю? Да, есть какой-то наследственный анамназ. Да, 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 поэтому, конечно, надо сделать. Ну, а если это пациентка без наследственного анамназа, но молодого возраста? Ну, то есть является ли молодой возраст критерием того, что мы в 100% должны определить микросателлитную нестабильность? Я считаю, что в 100% нужно определять всем. У этой пациентки было определено. Мы выставляем диагноз местно распространённый рак прямой кишки на уровне зубчатой линии Т4БН0М0 с простанием влагалища и формированием рактовагинального свища. Простой первый вопрос. Я думаю, что вы сейчас все на него ответите. Что выбрать на первом этапе? Симптоматическую операцию с формированием колостома, брюшно-промежностную экстерпацию, ну, или начать сразу лучевую терапию или химиотерапию? Голосуем. Неожиданно. Если честно, я была уверена в 100% за формирование колостома. И кто-то может объяснить другие варианты ответов, прокомментировать. Для меня очень неожиданно. Может быть, сначала у зала сбросим? То есть я, если честно, вот так уже, даже не знаю, зачем я ему написала. Я была уверена, что вы... Объясню свою позицию, да, при выделении... Почему я была так уверена? При выделении кишечного содержимого из влагалища, проведение дальнейшего лечения, ну, на мой взгляд, просто кощунственно для пациента. И мне кажется, в первую очередь нужно убрать именно эту симптоматику, собственно, убрать кал из влагалища. Нет? Я хочу сказать, вот, ну, если в зале нет желающих, то я хочу сказать, что я не знаю, что вы сейчас будете говорить, но судя по тому, как вы говорите, вы там будете потом облучать. Но для наших лучевых терапевтов просто упоминание о свище, подозрение на свище, это уже табу, они облучать не будут. Поэтому, если вы о высших знаете, встретитесь с ними, скажите, что я это с трибуны говорю, может, им станет стыдно, они начнут это делать. Поэтому, да. Ну, тогда я для всех лучевых терапевтов скажу, что наличие свища вообще не является никаким противопоказанием для проведения лучевой терапии. Да, так вот личная просьба заключается в том, чтобы вы сказали им, не нам, а им. И, к сожалению, допустим, у нас в институте пациентки со свищами, мы рассматриваем возможность хирургического лечения. На первом этапе. Выполняя комбинированные операции, там, со сложными в рам реконструкциями, в рам лоскуты, там, и так далее, и так далее. Надо при этом выводить, там, привитивную стому или нет, здесь слишком мало информации по этой больной. Надо понимать, куда вырастает, как вырастает, можем мы р-0 обеспечить, не можем р-0 обеспечить. Но еще раз хочу сказать, что даже если с теоретической точки зрения этой пациентке показано проведение предоперационной химии и лучевой терапии, мы сделать не можем, и причина только одна. Радиологи очень не хотят облучать пациентов со свищами. Ну, если в Питере так, то мне даже страшно тогда подумать. Я за весь Питер не скажу, я говорю конкретно. Вот знаете, мы сейчас вернулись, были в одном регионе на проверке, и при общении с лучевым терапевтом, я говорю, слушайте, почему вы совершенно правильно лечите предоперационную химию и лучевую терапию рак пищевода, проводите, но при этом совершенно неверно лечите, например, местно распространенный рак легкого, не проводите. Малейшее кровохарканье, прожилка крови, все, отказ в проведении. Малейший свищ, отказ в проведении. На что у меня, знаете, что было отвечено? Я понимаю, чуть-чуть ретроградный лучевой терапевт. Потому что, говорит, у вас в рекомендациях русско, четко, говорит, написано, самостоятельную лучевую терапию проводить не надо. При этом. А про свищи, говорит, что-нибудь написано? Нет. А про кровохарканье написано? Нет. И как я буду потом отписываться, если у меня больной умрет и тому прочее? Поэтому вот этот смех смехом, сначала мы над ней посмеялись. Но на самом деле эта проблема огромнейшая. Поэтому мне кажется, что вот это нужно прописать, что это не является противопоказанием для проведения лучевой терапии. Может быть и для легкого прописать, что кровохарканье не является противопоказанием к проведению. К знающим людям это кажется смешно. Но на самом деле из-за этого страдают люди. Как выяснилось, больные раком пищевода в этом регионе лечатся правильно, потому что четко написано, что самостоятельная лучевая терапия не должна проводиться. А вот больные раком легкого не лечатся правильно, потому что там про кровохарканье не написано. Давайте тогда так. Любое осложнение в виде кровотечения свища со стороны, вызванной именно первичной опухоли, и даже абсцисс, вызванной первичной опухоли, не может и не должен являться противопоказанием для проведения лучевой терапии. То есть у нас с Сергеем Сергеевичем уже есть очень хороший пример. Если у пациента абсцисс на ягодице, тогда не надо проводить химио-лучевую терапию, надо вскрыть абсцисс на ягодице, а потом заниматься химио-лучевой терапией. Но абсциссы, связанные первичной опухолью, должны быть, наоборот, показанием для местного лечения, для агрессивного местного лечения. Почему 30% проголосовали за химио-лучевую терапию? В зале так много смелых радиотерапевтов, которые не боятся осложнений, или так много хирургов, которые сразу же отправили больную к радиологу и не хотят её подготовить к лечению? Ну, я думаю, в продолжении мы этой темы скажем, что наша с Мариной Васильевной совместная публикация в ближайшее время уходит по сравнению частоты осложнений и проблем на фоне химио-лучевой терапии пациентов с вещами и без. И, конечно же, в дальнейшем это наша сила включить это в рекомендации. Хотя, конечно же, тут можно дойти до абсурда, потому что в том же регионе пациентам отказывали в лучевой терапии ракопростаты при наличии пацистостома. Невозможно каждую вещь прописать в рекомендации, и непонятно, почему пациенту отказывают в лечении. Так что всё-таки требуется какое-то более активное общение, наверное, мультидисциплинарное с ночевыми терапевтами в каждой конкретной клинике. Так, ну поехали дальше. Соответственно, естественно, что мы выполнили формирование сигмостомы. И, собственно, так, извините, у меня почему-то... Как-то... Вывели двуствольную сигмостому. Извините, тут ошибка в 15-м году, в апреле 15-го года. И с мая уже начался курс химио-лучевой терапии на малой таз и регионарные лимфатические узлы на фоне приёма капицитабина. Суммарная доза составила 54 ГРЭС с изменением планов лучевой терапии, на которых я не буду останавливаться. Опять же, не хотела включать этот вопрос, потому что мне казалось, что это уже всё довольно очевидно. Но всё-таки для себя, чтобы понять, как правильно дальше делать в некоторых моментах, я всё-таки оставила этот момент. По приезду с Астра я поняла, что американцы начали очень широко использовать перенос всего неоадиванта до операции. И меня этот вопрос очень заинтересовал. Стало понятно, что мы тоже можем выделить эту группу больных, что, понятно, это не должно быть показанием для всех, переносить неоадивант. Но всё-таки, наверное, мы можем у каких-то пациентов перенести весь неоадивант на дооперационный этап и всё-таки получить больший процент полного ответа. И вот сейчас вам покажу исследование. Оно с 2016 года. В исследование вошли 4 группы. Соответственно, химио-лучевая терапия, ожидание без химиотерапии, хирургия. Химио-лучевая терапия, ожидание 4 недели, фоллфокс, ожидание 4 недели, хирургия. И последняя схема. Смотрите, химио-лучевая терапия, ожидание, 6 курсов фоллфокс, ещё небольшое ожидание и хирургия. Группы, все примерно были равнозначные. В группах довольно было большое количество пациентов, почти по 70 человек. Они все были разнозначные по стадии, по возрасту, по ЭКОГу. И, собственно, результаты хирургического лечения во всех группах продемонстрировали, что ни в одной из групп не было увеличения, значимого увеличения хирургических осложнений. У всех была достигнут рно-релизекция практически в 100% случаев. Разницы тоже особой именно в хирургической тактике не было. А вот в ответе опухоли на лечение получилась довольно большая разница. И совершенно чётко по графикам видно, что именно процент полного ответа был значительно выше, и мы вышли на эти священные 40%, о которых всё время рассказывает Габаргама, величины полного ответа. Именно при перенесении всего неоадиванта на дооперационный этап. И, собственно, я бы хотела этот момент обсудить. Мы уже это затронули в предыдущей презентации, но там был случай, явно неподходящий, всё-таки, на мой взгляд, для этого. И всё-таки есть ли эта группа пациентов, у кого мы можем безболезненный неоадивант перенести на дооперационный этап. И более того, сейчас есть такая проблема, вот это опять, кстати, нам нужно, наверное, будет в следующем году поменять в рекомендациях. Я сейчас всем пациентам после химио-лучевой терапии стала писать проведение схемы кселокс в течение ожидания 8 недель. Вот этого, ну, первичной оценки МРТ, первичной опухоли. И, к сожалению, мои пациенты получают на местах отказ. Им отказываются проводить вот этот кселокс, даже вот эти два курса до оценки эффекта, ссылаясь на то, что это нигде не прописано, это не стандарт. Надо ли нам это прописывать в стандарт, надо ли выделять какую-то группу? Ну, то есть этот вопрос явно назрел. Я хочу сказать, что... Вот две, как бы, составляющие моего ответа. И вы просто на меня смотрели, я вот не знаю, то ли понравился, то ли вопрос мне. Ну, я просто на остальных чаще вижу, а вас реже. Вопрос о чем? Первое, что я хотел бы сказать, что мы все сейчас говорим о доказательной медицине. И если у нас есть какие-то гипотезы, ну, в качестве, например, вот от всего лишь второй фазы исследования, вы говорите, много, это не так много, по себе больных в каждой группе. Все зависит от того, какой мы выберем первичную точку. Если мы первичную точку возьмем, не суррогатные показатели, а безрецидивную выживаемость, то мы легко получим 700 в каждой группе. Здесь надо еще посмотреть, как считать, какую мощность и что закладывать. Так вот, если есть гипотезы, то вот, собственно говоря, почему бы российские исследования это и не проводить на эту тему. Если мы сможем провести хорошее рандомизированное многоцентровое исследование наше российское, это будет гораздо больше оснований для тех, кто входит в комитет русской, для того, чтобы заявить, и не только у нас, а в том числе, глядишь, может быть, НССН на основании наших рекомендаций, чтобы там измерить. Но уже они внесли опцию переноса. Нет, потому что, если посмотреть вообще в целом на то, как мы лечим там рак молочной железы, желудок, пищевод, кишку, ну, пока еще не ободочную, в общем-то, создается впечатление, что на неодиан все больше и больше внимания уделяется. Но я к тому говорю, что недостаточно увидеть исследование второй фазы, которое показало что-то там, какие-то вторичные точки, для того, чтобы прописывать это в стандарты. Это достаточно для того, чтобы сформулировать гипотезу и провести, собственно, исследование. Ну, вот, собственно, я к этому и веду, что мне кажется, это назрело именно в наших условиях, причем для нас это будет достаточно выполнимо. Тут нет ничего сверхъестественного, чтобы мы не смогли соблюстить в наших условиях, во всех регионах, в крупных центрах такое исследование. Да, но к этому исследованию я бы отнесся все-таки так, относительно скептически. Мы не знаем, почему выросла ПСР. Если бы сроки операции были бы одинаковыми во всех группах, тогда бы мы сказали, что, да, за счет добавления химиотерапии. А выросли они, по-видимому, просто за счет увеличения сроков ожидания. Реализации эффекта лучевой терапии. Я не против, еще раз повторюсь, дать эту химиотерапию перед. Больной ее получит, если она и показана. А могла бы быть другая ситуация. Могла бы быть какая-нибудь опухоль Т3, Н не очень определенная. В общем-то, не очень понятно. Она вообще нуждается в проведении адювантной терапии. Вот была бы больная Т3, ноль и ноль. Или хирург ее сейчас возьмет на операцию и придет ко мне на консультацию. Я скажу, ей не нужна адювантная химиотерапия. Она ей не показана. Да, у нее вторая стадия. Другое дело, что эту же пациентку с низкой локализацией опухоли могут взять на предоперционную, допустим, химио-лучевую терапию с капицитабином, к примеру, чтобы спасти сфинкта. Ей проведут и придут ко мне с... Ну, не знаю, там... А нет, а вы решите в перерыве ей дать еще 4 курса, пока она ожидает. Я решила это обсудить, и эту пациентку мне давали. То есть мы можем перелечить часть пациентов, не нужно. Вот что я хочу сказать. Поэтому я бы вот к переносу неадювантной терапии, то есть адювантной терапии на неадювант подходил бы только для тех пациентов, которым она точно уже показана по предоперационному стадированию, так скажем. Ну, вот я все-таки больше бы, наверняка, это не к логической размышлению цепочки подходило, потому что с логической точки зрения, если я сходил с девушкой в кино, а потом в хороший ресторан, все время улыбался, подарил цветы, то в общем-то должен добиться своей цели. А вдруг она говорит, хочу домой к маме. Что я сделал не так? Не тот фильм, не те цветы, или может девушку не ту выбрал? Слишком много факторов. Поэтому мне кажется, что если есть, вот разводилась идея, что неадювантная, перенос неадювантной терапии приводит к улучшению частоты полных регрессов, либо, например, сроков, я к чему говорю? Так давайте сорганизуемся, давайте сделаем исследование свое, где мы эту гипотезу, заложим эту гипотезу, просчитаем, какая должна быть мощность, это гораздо проще, чтобы потом не обсуждать там, и чтобы четко знать, цветы эти не бери, бери ромашки, все будет хорошо. Вот о чем. Я бы тоже позволь покомментировать, концепция тотал неадювантной терапии, перенос одюванта, не неадюванта, а одюванта в неадювант, она очень популярна. И вот, ну, как бы в поддержку предыдущих комментариев, что мы действительно не знаем, что сыграло основную роль, удлинение интервала от окончания лучевой до хирургии, или же добавление химиотерапии. Вопрос в том, что чисто этически просто никто не может себе позволить ждать 24 недели и не дать никого лечения, поэтому всегда добавляется. И, возможно, если разделить на две группы с удлиненным интервалом до хирургии, одной дать, ну, так называемую консолидирующую химиотерапию, ту, которая дается между лучевой операцией, не дать, может быть то же самое, просто ни один онколог не берет на себя риск просто ждать после лучевой. Здесь другой есть момент, что есть масса исследований, показывающих эффективность предоперационной химиотерапии без лучевой, да, так, проспектра, еще другие исследования, которые показали, и у нас идет такое же исследование, вот по нашим данным, на четырех курсах КАПОКСа, как стабин, пресоксалеплатин, 7% полных ответов опухоли. Соответственно, теоретически мы можем предположить, что и удлинение интервала, и химиотерапии, то есть и фильм, киносеанс, и ромашки сыграют свою роль. Но в поддержку вашей идеи, Арсений Михайлович, как раз 30 ноября на конгрессе, который мы организуем, мы будем анонсировать два протокола российских, к которым будем вызывать всех коллег присоединяться, и я думаю, что-то подобное, учитывая размеры нашей страны и заболевания с коллективным раком, мы организуем с помощью всех участников. Давайте продолжим, потому что я чувствую, даже если я короткой презентацией выбьюсь из регламента, тактика лечения, хирургическое лечение, может быть, химиотерапия, но тут я думаю, ну точно должны 100% получить. Да. 100% не получили, но были близки. Я думаю, что мы комментировать не будем, будем переходить дальше. Опять же, я не знаю, имеет ли смысл, я думаю, что мы сейчас перескочим, я не знаю, имеет ли смысл это обсуждать, мы это обсудили в предыдущей презентации, что оптимальные сроки это все-таки около 10 недель, ну насколько там возможно выполнение МРТ и переходы к хирургическому лечению. Пациентки выполнены, здесь, кстати, сроки не были субледены, я очень переживала по этому поводу, что все-таки для реализации эффекта 54 Грей 4 недель после лучевой терапии очень мало. Эффекты не успевают реализоваться, мы не получаем то, что мы хотим получить от лучевой терапии, максимальное уменьшение опухоли. Ну, выполнена расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстерпация прямой кишки с резекцией влагалища, ликвидации двуствольной сигмастомы и формированием забрюшинной колустомы, а в гистологическом препарате в лимфоузлах и краях резекции без элементов опухолевого роста и третья степень лечебного патоморфоза. Вполне возможно, что если бы подождали еще шесть недель, то, может быть, и четвертая степень патоморфоза была бы достигнута по первичной опухоли. Можно вопрос? Извините. Скажите, пожалуйста, вопрос не только к докладчику, а вопрос к залу и к моим коллегам, которых назвали экспертами. Скажите, пожалуйста, вот есть опухоль с инвазией в передней, ну, как мы называем, передней компактной влагалищем, а то есть то, что легко удалимо. Вот мы бы сделали операцию на первом этапе и достигли Р0 резекции. Вы провели, причем такого же объема. Вы провели химолучевую терапию и сделали, ну, вот эту же коллегчущую операцию, тоже достигли Р0. Химолучевая терапия, насколько опять-таки, мы знаем, гарантирует только локальный контроль. Вопрос, для чего мы облучали? Я отвечу, как лучевой терапевт. Это моя позиция, что я должна облучать пациентов тогда, когда хирург не уверен в том, что будет Р0. Соответственно, если мне пациента отправляют на консультацию, значит, есть сомнения по поводу Р0, но хотя мне кажется, что при таких низких раках все-таки на первом этапе однозначно должен обсуждаться вопрос химолучевой терапии, но тем не менее, здесь я сниму с себя ответственность, что мы должны облучать тогда, когда хирург не уверен в отрицательных краях резекции. я правильно понимаю, что у вас посыл, во-первых, у меня сейчас есть человек, на который могу ссылаться при разговоре с нашими радиологами, что с ВИЧ и абсцесс это... Да, вот это совершенно точно, прям можете подпишусь под каждой фразой. ваша смелость обусловлена наличием рядом неуверенных хирургов. Я правильно понимаю? Нет, вот это я не соглашусь. Нет, ну я спросил, я не знаю. Я, конечно, тот еще специалист в локальных методах лечения рака прямой кишки, но это вообще было уже, по-моему, давно показано, что все-таки при день предоперационной терапии, даже при формально СРМ-0, который кажется по МРТ, что это СРМ-0, но при наличии пораженных лимфоузлов, при наличии лимфоваскулярной инвазии, если идти заведомо на хирургическое вмешательство, ведь риск локальных рецидивов он может составлять там и 20%, и больше процентов. Не совсем так. Мы можем уменьшить. Почему не совсем так? Мы говорим о датч-трайл, который, извините, это какой-то, 82-й год, что, я не помню. Это где 84-й, а вот этому пациенту, на ваш взгляд, уверенный хирург должен был сразу соперировать без химином, вот именно этого пациента уверенный хирург должен был сразу соперировать без химином, я по этому пациенту не могу сказать, потому что я не видел МРТ. Но я говорю... Там переход на зубчатую линию, на анальный канал, там можно не смотреть. Мы же сейчас обсуждаем этого пациента, а не в целом под хирургию. Если есть опухоль, местно распространенная, осложненная с вещом, опухоль, да, вот два пациента, и у одного врастает в кресте, начиная с первого крестового позвонка и вниз, и у второго такая же опухоль, только врастает в матку влагалищем. Формально это одна категория больных, но это абсолютно разные больные с хирургической точки зрения. И в одном надо химиномолучшую терапию пробудить, потому что невозможно прооперировать. Нет. А у другого возможно прооперировать. Опухоль на 4 сантиметрах. А у другого сантиметра ее, как бы, без схемии лучевой и с врастанием крестец, и с врастанием передний компактмент при локализации на зубчатой линии, они оба потребуют одного и того же лечения от Марины Васильевны. Я категорически не соглашусь. но для больных же разные. Это принципиально разные больные. Это принципиально разные больные, но тактика в этой ситуации... Лучевая терапия в этом случае показана абсолютно конкретно в этом примере. Значит, если оказывается... Я же спросил, зачем? Даже в неверенном хирурге. Если окажется, вы прооперировали пациентке... Нижнеоргулярный рак, лучевая диссекция латеральных пространств. Можно я все-таки отвечу? То пациентке будет показано, вы ее прооперируете. При Т4Б ей будет обязательно показана одевантная лучевая терапия, а это всегда плохо. Я понял. А можно я все-таки повторю вопрос, который я задал? Даже обсуждать нечего. Я не говорю показанно-непоказанно. Я говорю о том, что скажите, пожалуйста, вот объем операции после химилучевой терапии был точно таким же, как и до химилучевой терапии. Объем операции одинаковый. Р0-резекция достигнута и в том, и в другом случае. Вопрос, для чего проведена была химилучевая терапия? Более высокий риск развития местного рецидива. Не только в связи с этим. Я просто знаю эту больную. Немножко более информированная ситуация. Больная, во-первых, помимо того, что она страстно хотела жить, маленький комментарий. У нее пятеро детей. Она приехала с Северного Кавказа с определенным менталитетом. И первая задача была и просьба мужа и родственников, которые стоят, она должна жить, у нее пятеро детей. Что мы будем делать, если она погибнет? Второе, ее страстное желание сохранить сфинктер. К сожалению, флоп. Ничего не изменилось. Мы были вынуждены еще раз говорить. Это заняло большой промежуток времени. Шла борьба за сокращение объема. Шла борьба за сокращение. Но нижнеопулярный рак во всех стандартах является показанием для лучевой терапии. Если больной после операции экстрепации блестяще выполненной придет с рецидивом, первый вопрос он задаст, а почему, и у него будет хороший адвокат, почему вы не провели неодевантное лечение, которое прописано во всех стандартах. А наше рассуждение о том, что мы блестящие хирурги, мы можем все сделать, они хороши. Но еще раз говорю, 33 года, молодая женщина, мы должны сделать здесь все. И я не знаю, ну у нас не хватило смелости сразу ее оперировать, предлагать ей экстрепацию. Дело даже было бы не в сфинктере. Просто ситуация более... Вы видите, что мы наблюдаем на конгрессе? ГНЦК, Институт онкологии Петрова. Мы поменялись местами. Ведь смотрите, давайте вспомним У вас проблема с лучевыми терапевтами, Алексей Михайлович. У вас проблема, явная проблема с лучевыми терапевтами. Тут прям налицо, да. Понятно. Не бояться осложнений больше, чем болезнь. Дальнейшая тактика лечения. Голосуем. Наблюдение или химиотерапия. Т4-Б-Н0-М0 с третьей степенью патоморфоза. Будем комментировать или уже это обсудили, переходим дальше. Можно к презентации вернуться? Так, извините, это что-то... Я сейчас продолжу рассказывать. Практически сразу после окончания восьми курсов химиотерапии по схеме кселокс было выполнено обследование и выявлены измененные лимфатические узлы, паховые лимфатические узлы с двух сторон. И диагноз был подтвержден цитологически. И, собственно, встал дальнейший вопрос, что делать дальше. Я хочу сразу прокомментировать, пока вы отвечаете, можно запустить голосование. Здесь была допущена мной ошибка. Я должна была, планируя облучение этой пациентки, учитывая, что это переход на зубчатую линию и прорастание во влагалище, обсудить вопрос включения паховых лимфатических узлов в объем лучевой терапии. Это не является стандартом, это не прописано, но, однако, опухоли, которые располагаются в анальном канале с глубоким прорастанием, объемы лучевой терапии должны быть выбраны как при анальном канале. Я не знаю, поменяла ли бы это ситуацию с появлением метастазов, если бы я провела профилактическое облучение, но все-таки в этой ситуации логично было бы это сделать на первом этапе. Поголосовали за химиотерапию. Здесь, мне кажется, нужны комментарии. Какие методы лечения для человека? Лучевой она получила. Нет, лучевой на пах она не получила, пах мы не облучали. Изолированные. Но, я думаю, это надо рассматривать как системное проявление болезни и лечить как системные болезни, не локально. А хирургическое вмешательство в объеме паховой лимфоденоктомии? Это системная болезнь. Вам нужно лечить ее системно. Вам ничего не даст хирургия, на мой взгляд, именно у этой пациентки в данном случае. Мне кажется, что все, что в данной ситуации даст хирургия, это мы заберем у химиотерапевтов таргетный очаг. Потому что на основании размеров этого конгломерата узлов можно будет понять эффективно химиотерапию или нет. Хирургии, мне кажется, вычеркивать не надо, но сначала надо посмотреть, что будет с химиотерапией. Вот я за химиолучевую терапию проголосовал. Я бы отправил ее на лучевую терапию. Очевидно, что тоже прогноз пациентки не очень хороший, но мы локальным методом лечения, ну можно одновременно, с капецитабином непринципиально, все-таки могли бы ей дать какой-то светлый промежуток. Может быть, обсудите хирургическое вмешательство на данном этапе, если там не очень большие узлы, не нужно выполнять дюкенность, не колечья операция. В общем, я бы рассмотрел какой-то вопрос локального лечения. С химиотерапией она успеет свою еще получить. Я здесь не участвовала в обсуждении на этом этапе этой пациентки. Я бы, наверное, если вернуться постфактум и не зная, что случится дальше, я бы, наверное, выбирала между вариантом химиотерапии и вариантом все-таки хирургического вмешательства, потому что лимфатические узлы были резиктабельны, и, собственно, что и было сделано пациентке. Лучевую терапию я бы на паховые лимфатические узлы в отдельном монорежиме все-таки бы в этой ситуации не рассматривала. Переходите, прийдите, пожалуйста, к презентации дальше. И в апреле 2016 года пациентке выполнена двусторонняя паховая лимфодисекция, были подтверждены метастазы в паховые лимфатические узлы с двух сторон и проведено 6 курсов по схеме FOLFOX с довольно тяжелой переносимостью, но тем не менее. И потом пациентка 2 года просто наблюдалась без признаков прогрессирования заболевания. Здесь, наверное, не очень правильный порядок, но сначала надо было, наверное, показать МРТ, и в марте 2018 года по данным МРТ малого таза отмечен узел в подвздошной области размером более 2 см, прилегающий к правой наружной подвздошной вене на фоне фиброзных изменений. было выполнено ПЭТ-КТ, и было подтверждено, что это единственное проявление заболеваний, других проявлений заболеваний нет. Ну и, собственно, голосуем. 2 года единственное проявление заболеваний, олигометитатическая болезнь. Здесь нужны явно комментарии. А лучевая, как и стереотоксическая? Да. Стереотоксическая лучевая? Повторная лучевая, это стереотоксическая. Да, стереотоксическая, конечно. Я хочу сказать, что мы используем стереотоксические в таких ситуациях. Ну, все-таки большинство проголосовало, это совпало с мнением оперирующего хирурга, который принимал решение перейти, пожалуйста, к презентации. И пациентке было выполнено оперативное вмешательство в объеме тазовой лимфодисекции справа. При гистологическом исследовании довольно подробном был все-таки обозначен два узла, которые были взяты с передней воздушной вены с признаком метастатического поражения. Я не знаю, почему так быстро пациентке было выполнено ПЭТ-КТ. Наверное, были какие-то вопросы по данным МРТ. Скорее всего, по МРТ после хирургического вмешательства была выявлена опять какая-то проблема в этой зоне. И, соответственно, пациентке было повторно в июле 2018 года выполнено ПЭТ-КТ, и опять выявлено накопление в зоне подвздошных лимфатических узлов справа. Опять олигометастатическая болезнь, опять единственное проявление заболевания, светлый промежуток без химиотерапии два года. Голосуем, мы уже подходим к концу. Но хирургическое вмешательство в объеме лимфодисеркции, оно в объеме Р0 было сделано? Да. Это как было подтверждено? Просто убрали... Гистологически. Нет, ну убрали лимфоузел в зоне подвздошной вены. Да. Нет, там была клетчатка убрана. В описании гистологического исследования была убрана клетчатка. Ну, как бы доказательство того, что был возможен Р0, это очень сложно сделать Р0, просто узел, он острым всем отсекается, тем более, если рядом сосуд. Я согласна с вами. Естественно, что бы такое быстрое накопление по ПЭД, понятно, что это не прогрессирование, что это остаточная опухоль с таким коротким промежутком, естественно, но тем не менее. И, собственно, голосуем. Повторная лимфодисекция, химиотерапия или все-таки повторная лучевая терапия, учитывая, что 54 ГРЭЯ было проведено в 2015 году, 3 года назад? А лучевая терапия, которая была первичная, вот эта зона, она же попала в зону облучения. Я сейчас про это расскажу, да. Это же не паховые зоны, это зоны, которые попали. Эта зона была включена в объем облучения. И какую дозу можете сейчас добавить на эту зону? А мы сейчас про это поговорим, когда мы сейчас обсудим все-таки тактику. Я очень рада, что повторная лучевая терапия победила, поскольку все-таки лучевые терапевты на сегодняшний день уверены в том, куда они попадают. И вопрос повторной лучевой терапии становится сейчас все чаще и чаще. Это всегда проблема, мы всегда сомневаемся, можем ли мы это сделать или нет. Но учитывая, что, перейдите, пожалуйста, к презентации, что на первом этапе пациентки была проведена комфортная лучевая терапия с использованием самых современных методик, у меня была возможность, несмотря на то, что ее облучала оба случая я, но в разных центрах, была возможность скопировать ее предыдущие планы, облучение, перенести их в новую программу. Был выполнен фьюжн совмещение с диагностическим МРТ и СПЭД. Я совершенно точно знала, на какую зону мне надо дать дополнительную лучевую терапию. Понятно, что нельзя дать там 20 грей, это будет бессмысленно. То есть мне была нужна доза, которая может максимально убить эти опухолевые клетки. Соответственно, был выбран режим 5 грей, 5 фракций до 25 грей, что по изоэффекту уже порядка... 37,5. Насколько я знаю, 5 по 5, а 37,5 за грей. Ну это уже практически к 40, и для лимфатического узла это была уже очень неплохая доза. Я думаю, что на последнем голосовании лучевая терапия победила в связи с безуспешностью предыдущего лечения. Ее надо было тогда первый раз дать, скорее всего, а не делать лимфодисекцию. Ну, на мой взгляд... Может быть, что сначала надо было провести повторную лучевую терапию, а потом смотреть, естественно. Здесь единственное, что нас смущало, это близость мочевого пузыря. Вся эта зона, где сейчас находится рецидив, вошла в первичное облучение. Эта зона получила 46 грей, и мы уже весь расчет плана облучения ввели в связи именно с этой дозой. Нас лимитировал в этой ситуации только мочевой пузырь. Здесь, конечно, нужна была невероятная точность укладки пациентки, выполнение компьютерной томографии при каждом сеансе, чтобы тут практически, как вы видите, нету отступов от границ пораженных подвздошных лимфатических узлов. То есть на окружающие ткани мы не воздействовали локально на пораженный подвздошный лимфатический узел. Ну, лучевая терапия сейчас оценивать, будут ли осложнения или не будет. Это глупо, прошло слишком мало времени, что если мы получим какие-то осложнения, что, в принципе, это возможно при любом повторном облучении. Глупо говорить, что у нас не бывает осложнений, они бывают, и они должны быть, их не может не быть. Одно дело – это прогнозируемые осложнения или это ошибка при планировании. Скорее всего, если будут какие-то изменения, это возникнет в течение первых шести месяцев после окончания лечения, когда мы можем получить какие-то осложнения. И сейчас стоит вопрос, пациентка закончила стереотоксическую лучевую терапию. А какой отступ? Вот вы оконтурировали узел, и вот… Его практически нету, практически 0,3 сантиметра, 3 миллиметра отступили. Латерально, да? Да. Ну, со всех сторон. Больше не имеет смысла при повторной лучевой терапии. Это, естественно, 3D, это была методика МРТ, ну, ВИМАТ, скорее всего, была. Ну, стандартная современная техника, которая уже стала стандартом и рутиной. И всё, последний вопрос, что же делать с ней дальше? То есть мы сейчас вот можем проголосовать, что же назначать или не назначать сейчас пациентке какое-то лечение, либо всё-таки подождать реализации эффекта лучевой терапии. Будем лечить или пусть живёт? Будем лечить или пусть живёт? Да. Ну, всё, голосуем. Убовь Владимировна. Ваш последний крайний комментарий в моём клиническом случае. Ну, если честно, то у меня, конечно, колебания, потому что хочется назначить системную терапию, химиотерапию в частности, и вот уже перед тем, как вы перешли к этапу последнего лучевой терапии, я думаю, и зал, в общем-то, в целом буквально там с разницей 39 и 40 процентов, то есть фактически по уровню, выступал уже за системную химиотерапию. И в этой ситуации, конечно, к системной химиотерапии, в общем-то, в первую очередь приходит в голову эта опция. С другой стороны, я могу сказать, что у нас есть наблюдение, когда пациентка имеет локальные методы воздействия, и уже 7 лет живёт там, где человек возникает, или хирурги идут, резицируют этот очаг, или лучевые терапии в это подключаются, и выживаемость её 7 лет, и вот, пометуя эту единичную, правда, ситуацию, единичную больную, я в каком-то колебании нахожусь. Не лучше бы было, вот у меня вопрос, не лучше бы было тогда всё-таки, если всё-таки вопрос о системном лечении стоит, провести его до повторной лучевой терапии. Ну, он напрашивался, на самом деле, этот вариант. Да, то есть, потому что… Возможно, как опция это может быть рассмотрено, потому что не везде есть такие хорошие лучевые терапевты, как вы, и не везде есть эта техника, поэтому как опция это, безусловно, и на том этапе могла бы иметь место. Марина Селина, а вот при самом первом МРТ, когда пациент ещё не начинал лечение, вот в этой зоне повздошных, латеральной группы, не было подозрений на… Нет, там и ноль у нас… Мне, конечно, сейчас сложно открутить… В вашем слайде было указано, что это поражение? Подвздошно. Когда вы показывали снимки, демонстрировали динамику этой пациентки, вы говорили о конгломератах, и там же было указано, что на МРТ метастазы в подвздошных лимфоузлах. Нет. Если вы отлистаете час назад презентацию, мы это увидим. Ну, не было вопросов, не стояло в подвздошных лимфоузлах совершенно точно. В первичном стадии, до начала вообще всего лечения? Н0 стояло. Я сейчас, конечно, сложно откатать ситуацию на 3 года назад, но у пациентки не было подозрения на поражение лимфоузлах. Сейчас стоит вопрос, я так понимаю, что латеральная лимфодисекция, нужно ли бы её было выполнять? Нет, вопрос не об этом. Вопрос в том, что если бы тогда были муузлы, вы включили бы их в план лучевой терапии, да? Подвздошные? Подвздошные были включены в первичную лучевую терапию? Нет, тогда бы вы подвели бы немножко… Они как бы попали в зону постольку-поскольку, а так было бы, наверное, распределение дозной другое. Ну, не совсем постольку-поскольку. И это была бы лучевая диссекция, а она по эффективности не уступила бы хирургической данной. При нижнеампулярном раке подвздошные лимфатические узлы являются регионарными лимфатическими узлами, они входят в обязательный объём лучевой терапии, они получают… Ну, то есть, если бы у нас были данные за их поражение… Если бы у вас были данные за поражение подвздошной группы, вы бы изменили бы план лучевой оконтурирования? Или так же лечили? Которую я бы не изменила… Нет, ну не оконтурирование, может, я неправильно выясняю. Но вы… Дозу. Дозу я бы дала 50 грей. Из-за дозного распределения было, наверное, другое, да? Нет, из-за дозного было бы такое же, была бы большая суммарная доза, не 46 грей, а 50 грей, которая достаточна для лимфатических… А какой-то буст дополнительный на эту зону тоже можно было бы запланировать? Ну, буст. Ну, прошло 3 года, если вы опоторны… Нет, я при первичном, ты сам в начале чайник говорит. Это буст и есть 50 грей на эту зону стандартный для поражённых лимфатических узлов, как при раке анального канала, так и при раке прямой кишки. Не, вопрос такой, что если бы, ну, допустим, откатываем назад, если бы знали бы о поражении вот этих лимфоузлов, вы бы… план лечения, лучевой терапии был бы такой же или бы изменён? Изменила бы, я бы дала не 46 грей, а 50 грей на эту зону. Только это было бы изменение? Да, только это бы изменило, больше ничего бы не меняло. Дополнительный буст бы не давало. 54, вы имеете бы, дали бы 45 плюс 9 или так же по 27 по 2? 27 по 2 на первичную опухоль и получается 25 по 2 на зону поражённых лимфатических узлов и на весь таз так же 2,23. Ничего бы не меняло. Всё, спасибо большое.